Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Сейчас я личный помощник руководителя, есть такая должность в интернете очень клевая. Мой руководитель это финансовый советник, то есть как вы можете заметить вообще где финансы, а где дороги. Абсолютно не имеет значения, главное совсем другие качества для удаленной работы. Не столь важно кем ты был, а важно кем ты стал. Я сейчас имею навыки, которые позволяют мне делать эту работу, то есть могу, занимаюсь рассылкой, все что касается помощи моему руководителю, отправка писем, настройка рассылки, слежение за ее сайтом, слежение за ее группой ВКонтакте, потом обратная связь с ее клиентами. Ну, такие вещи, которые просто требуют человеческого отношения больше, чем каких-то специальных навыков. И тебе нравится то, что... Я кайфую! Класс, вот ты общаешься с тобой? Сдала этот вопрос. Общаясь с тобой вот 10 дней, я обратила внимание, что ты получаешь удовольствие от каких-то незначительных вещей, от цветов, фруктов, от солнца, океана, воздуха Балийского. Как тебе удается получать вот этот кайф? Потому что многие просто не замечают вот этих прекрасных вещей, которые нас окружают. Ну, как я могу сказать, почему я такая... Ну, вот в процессе обучения этот момент, как бы, я стала за собой замечать, потому что нас на тренинге учили. То есть для меня это было вообще как-то, ну, странно. Как можно учить быть позитивными? Я как бы от рождения такая, мне не пришлось перестраиваться. Ребята говорят, давайте там, не унывайте, если что-то не получилось, споткнулись, отряхнулись там, пошли дальше. Ну, я так и живу всю жизнь, мне не привыкать, что говорится, спотыкаться и обтряхиваться нормально. То есть позитив – это твой стиль жизни? Да. А расскажи о своих днях. Здесь на Бали свободное путешествие, удаленный сотрудник, да? Как ты устраиваешь свои дни? Чем ты занимаешься? Ну, из-за того, что мы на Бали пока только 10 дней, конечно, по большей части я кайфую. Я просыпаюсь вместе с дочерью в 9-м часу утра. Здесь очень рано светает, поэтому это уже разгар рабочего дня у всех балийцев, я так поняла. Мы встаем, занимаемся йогой, потом завтракаем. Я сейчас скажу, чем мы завтракаем, чтобы всем захотелось приехать. У нас прямо во дворе вид с веранды растет вот такая папайя. Нам ее хозяин гестхауса срывает регулярно. Мы точим свежую папайю, бананы, манго с мюслями, с йогуртами, вообще копий балийский кофе вкусный. Вот, и то есть все свежак, все натуральное, клево. После начала такого дня, когда ты встал, увидел пальмы, там, немножко позанимался йогой и поточил наивкуснейшие фрукты, день не может не удастся. Он просто не может не получиться. Поэтому каждый день потом на позитиве. Какой-то день работаю, конечно, там, ну, не отрываясь, потому что срочный заказ нужно срочно сделать, подводить нельзя. Когда не так срочно я могу какие-то передвигать там дела, мы едем на океан, пробовали кайтсерфинг, теперь обязательно хотим серфинг просто попробовать. Мы еще на вулкане не были. Куча дел, куча дел, короче. Вот твоя жизнь, я не побоюсь этого слова, просто сказка. Многие считают, что для того, чтобы обеспечить себе такую сказку, необходимы миллионы. Сколько нужно денег, чтобы жить на Бали? Потому как на Бали, индонезийская рупия, тут реально нужны миллионы. Ну, просто курс такой, да, что у них тут миллионами, а на наши, так, если пересчитать, там, на тенге, на рубли, это на самом деле копейки вообще. Миллионы, ребята, не нужны. Ребята, ну, нужно просто желание не стоять на месте, двигаться и думать головой, когда ты что-то делаешь. Не получится просто взять, купить билет, приехать, как бы, фигней страдать. Нужно работать. Вот, как поработаешь, так и поживешь. Сколько миллионов заработаешь, так и потратишь. Никак иначе. Но большие деньги на самом деле не нужны. У меня удаленный заработок, можно, да, это говорить? Конечно. Я думаю, это будет секрет сейчас. Да, всем раскрываю секрет. У меня удаленный заработок сейчас в районе 30-35 тысяч рублей в месяц. Этого вполне хватает, чтобы снимать себе двухкомнатный домик в гестхаусе, отдавать ребенка в детский сад в иностранный, снимать машину в аренду, питаться свежайшими фруктами, опять же, и кайфовать. Ну, то есть, на самом деле, не такие большие деньги, как на удаленном заработке можно больше зарабатывать, на самом деле. Было бы желание. Да, потому что зачастую сформуется некий такой неправильный образ, что вот фрилансер, кокос, пальм, океан, они ничего не делали, да? Такой миф. Но на самом деле все дается, конечно, через труд. Да. Вот расскажи, вот у тебя сразу были такие заработки или ты начала как-то постепенно? Ну, в первый месяц, когда я еще не закончила даже обучение, а вот в месяц, когда я проходила обучение, я заработала 380 долларов американских. Вот. И с этого момента я себе поставила цель планку не понижать. Каждый месяц потихоньку, потихоньку, все больше, 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 больше. Вот так, там, ну, все равно, когда ты делаешь одни и те же вещи или даже какие-то новые, но перманентно, класс повышается там. Ты хочешь, не хочешь, твоя стоимость повышается и отношение к тебе уже повышается. То есть мой работодатель, дай ей бог здоровья, она уже не может платить мне копейки, потому что она знает, как я вкладываюсь. И, само собой, если ты трудишься день из-за дня, ты стараешься, то постепенно заработок растет. Я думаю, что мои вот эти деньги, которые сейчас я получаю, это не просто далеко не предел, а у меня конкретные цели, я знаю, что буду получать больше. То есть самое сложное, вот первые шаги, когда твой труд еще не так востребован в интернете, да, не так высоко оплачивается, вот именно пройти эти шаги и не сломаться. Дальше все выстраивается оптимальным образом. Я правильно тебя понимаю? Да, самый первый доллар, самый трудный, как нам ребята говорили, что вот сейчас его возьмете и покатит. Но вот на самом деле, когда у тебя репутация ноль без палочки, и ты имеешь конкуренцию среди таких же новичков, а еще и среди тех, кто... То есть вот есть заказчик, он выкладывает задание, и к нему приходит поток людей, из которых ты единица, да, и ты должен ему доказать, что тебе надо дать это задание, потому что ты сделаешь его лучше всех. По крайней мере, будешь грызть землю, чтобы это сделать. Вот это самое трудное, да, были первые, наверное, три задания, были самые трудные. Я там потратила 6 часов на транскрибацию, просто не поднимаясь из-за компьютера. Я думала, у меня глаза на клавиатуру выпадут вообще. Ну, тем не менее, зато человек, потом оценив качество, он уже к тебе еще раз обратится обязательно. Если это не разовый какой-то заказчик, и ты попал на человека, которому регулярно нужно высвобождать свое время и отдавать, делегировать какие-то задачи, и ты покажешь себя с лучшей стороны, этот человек становится твоим постоянным заказчиком. Всех своих трех постоянных заказчиков я обрела в процессе обучения, вот за этот месяц обучения. То есть ты, в принципе, их сохранила, не растеряла, да? Конечно, я их как зенецок оберегу, я с них плиночки сдуваю с моих дорогих заказчиков. Круто. Стас, ну теперь о вкусном, о путешествиях. Бали, это твоя первая точка? Нет, до этого я была в Индии, в штатах Махараштра и Гоа, вот, и была год назад в Таиланде. Мы объехали вообще весь Таиланд вот так, вокруг, от самых популярных туристических мест до мест, в которых отдыхают только сами тайцы. Чтобы посмотреть, вот, именно, как ты говоришь, о вкусном, попробовать на вкус и жизнь, как бы, матрасников, тех, кто любят отдыхать под пакетным, да. Ну, вообще никогда к таким не относилась. И тех, кто сами, вот, семья, она живет в этой среде, тайцы, они поехали на выходные отдыхать. Тоже посмотреть как, это очень интересно. Получается, что сейчас вот третье место, куда мы приехали, да. Стас, смотри, вот, новый формат жизни, да, жизнь в пути, жизнь в путешествиях, в новых странах. Как тебе вкус свободного путешествия? Как ты себя ощущаешь? Вкус, я вам скажу, пальчики оближешь. Ощущаю себя так, как будто на самом деле так и должно было быть, просто я не знала, как это сделать. То есть, вот, для кого-то это настолько новое, что они не знают, как с этим быть. А для меня это настолько мое, что я не знаю, стоит ли возвращаться. Думаю, не стоит. То есть, на самом деле, вполне реально. Для удаленщика же главное интернет. А где ты работаешь, там, в какой части планеты, абсолютно не роляет. Поэтому берешь ноутбук, берешь детей, едешь с разных, там, точек планеты, которые ты хочешь увидеть, работаешь и пробуешь. Пробуешь эти кусочки вкусной жизни на вкус, они везде разные. Так что у меня еще такое кулинарное, я чувствую, путешествие по планете вообще только начинается. Да, будешь делать миксы своих дочек. Здорово. Спасибо тебе за интервью, за твой опыт. И последний вопрос. Дай рекомендацию, как сохранить в себе вот это вот равновесие, в котором ты пребываешь этот позитив, и при этом делать человек новой жизни. Ну, насчет позитива. Я очень сильно верю в карму, в то, что, ну, может быть, не в том классическом, да, понимании, как верят буддисты или там индуисты, а просто верю в то, что все добро, которое мы делаем, оно к нам возвращается. А если мы пакостим, то эти пакости, они тоже нам вернутся так или иначе. Я верю в то, что все люди, которых мы встречаем, это наши учителя. Как бы то, что человек тебе делает что-то плохое или хорошее, это он на самом деле делает не на зло, не для того, чтобы тебе навредить, а чтобы ты научился, чтобы ты выводы сделал. Вот с тобой что-то случается, спрашивать надо не за что, а для чего. Вот чему я могу научиться из этой ситуации. И все, и вот, то есть не нужно воспринимать, если какой-то негатив в твоей жизни встречается, это классно. Бери эту школу, учись, получай там тройки, потом будешь лучше получать оценки. То есть жизнь все время тебя чему-то учит. Наверное, вот в этом как бы моя жизненная позиция, да, что я не сохраняю позитив, потому что сохранять это значит как-то беречь его от внешних там посягательств. Нет, я просто негатив воспринимаю как часть этого позитива. Просто учишься, это жизнь, это окей. Здорово, ну здесь добавить нечего. Спасибо тебе большое, ребята. С нами была Станислава Дьякова. До новых встреч.